МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и «Аву Юржаке». Сегодня в выпуске. Сообщи о нарушителе правил благоустройства в Акимат и получи планшет или месяц, не оплачивая коммунальные услуги. Акимобласти призвал чиновников ввести новый вид поощрения борцов за чистоту. Около 500 человек будет участвовать в республиканском военно-патриотическом сборе Айбен. Вот уже месяц в Караганде функционирует клуб для приемных родителей. Его участниками стали граждане неравнодушные к детям из детских домов. Награждать активных жителей, которые помогают сохранять чистоту в регионе планшетами или освобождать их от уплаты коммунальных услуг на месяц, предложил Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков на совещании в Акимате. Сегодня чиновники отчитались о проделанной работе за два месяца санитарной очистки. Судя по их докладам, работа была проделана немалая, но гарантий в сохранности чистоты нет, ведь жители зачастую не соблюдают элементарные правила выброса мусора. Как чиновники, намеренные с этим бороться, узнавала Аймамрина. Штрафовать и не сюсюкаться – такое поручение дал Акимобласти работникам местной полицейской службы. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. За два месяца активных уборок было вычищено 83 тысячи гектаров земли, ликвидировано 1928 мусорных свалок, посажено около 32 тысяч зеленых насаждений. Полицейские тоже не дремлют. За полгода оштрафовали нарушителей на 3,5 миллиона тенге. Акимобласти посетовал на менталитет народа. По словам главы области, люди в регионе живут по принципу «моя хата с краю». Такого быть не должно. Видя человека, который мусорит, и не остановив его, вы делаете хуже прежде всего себе, потому что дышите этим мусором, заявил Нурмухамбет Абдебеков. Он пояснил на примере Германии. Там люди сами борются с нарушителями. А тем временем чиновники напоминают гражданам, что Акимат завел в WhatsApp, куда горожане могут отправлять фотографии свалок и просто грязных мест. Его номер 8778-623-8176. Власти обещают оперативно принять меры по уборке мусора. Самых активных борцов за чистоту Акимобласти обещал наградить лично. А имам жена Жакслак-Нуртай Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бесенова открылся лекционный зал памяти почетного работника образования страны полковника полиции Розы Кульжакаевой. На церемонию открытия были приглашены депутаты-мажилисты, ректоры вузов, ученые из Казахстана и ближнего зарубежья, сотрудники правоохранительных органов. Мероприятие совпало с годовщиной со дня ухода из жизни профессора Кульжакаевой. В ее честь была проведена международная конференция. Докладчики вспоминали о заслугах женщины-полковника. Роза Кульжакаева – одна из немногочисленных женщин-полковников, которые стояли у истоков становления Карагандинской академии МВД. Она проработала в учебном заведении 45 лет. На ее уроках выросли десятки генералов и начальников правоохранительных органов, которые по сей день работают в разных уголках Казахстана. Один из них, руководитель Костанайской академии Мерлан Кызылов, приехал на конференцию специально, чтобы почтить память своего педагога. Полковник полиции из теплотой вспоминают уроки Розы Балбатыровны. В 90-х годах очень сложно было представить обучение на государственном языке. Мы ведь долгое время были в составе Советского Союза. Роза Балбатыровна – одна из первых педагогов, которая написала книги и обучала курсантов на казахском языке. Благодаря ей многие из нас добились огромных успехов в жизни. Среди участников конференции был и Аким области Нурмухамбет Абзебеков. Он почтил память заслуженного педагога и отметил вклад Розы Кульжакаева в образовательную систему по подготовке высококлассных специалистов, работников полиции. Роза Балбатыровна является первой женщиной в системе образования Министерства внутренних дел, удостоенной звания профессор и полковник полиции, отмеченной указом президента республики Казахстан, высокой наградой за образцовую службу в рядах органов внутренних дел, органов Орметьев. Также в конференции приняли участие мажоресмены Нурлан Абдиров и Нурлан Дулатбеков. Участников мероприятия приветствовал руководитель Академии генерал Кенжетаев. Он выступил с докладом и акцентировал внимание собравшихся на имеющихся проблемах в системе правоохранительных органов. Должны признать, что на сегодняшний день существующая подготовка будущих сотрудников несовершенна и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Так, на сегодняшний день обучение курсантов является своего рода продолжением среднего образования. Они продолжают изучать те же предметы, которые изучали еще в средней школе. Поэтому их надо исключить из учебных планов и программ. Мы должны с первого дня умерять большое внимание развитию наших курсантов практически правоохранительных органов. В лекционном зале имени Розы Балбатыровны пока пусто, но совсем скоро здесь будут обучаться курсанты. О профессоре Кульжакаевой напоминают ее портреты. Они словно наказ для будущих стражей порядка служить родине и быть достойными носить мундир полицейских. А.М. Амрина Исламбекус Пан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. На железнодорожном вокзале города Караганды состоялась торжественная встреча команд, прибывающих для участия в Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи Айбен, посвященном 25-летию независимости Республики Казахстан. Подробнее об участниках смотра и о том, как прошла встреча на перроне, вы узнаете из следующего материала. В военно-патриотическом сборе приняли участие команды военно-патриотических клубов из 16 городов и областей Республики, а также воспитанники республиканских военных школ-интернатов школы Жасулан и лицея Арыстан, студенты военных кафедр высших учебных заведений. Встреча гостей прошла в торжественной обстановке. Для прибывших участников был организован небольшой концерт. На сборах померяются силы юные патриоты из всех областей Казахстана. Это приблизительно 500 участников. Карагандинская область на республиканском этапе Айбен будут представлять 4 команды Карагандинского политехнического колледжа, КРГТУ, КРГМУ и военной школы-интернат Жасулан. Возраст участников для военно-патриотических клубов – это с 14 до 18 лет. От каждой команды участвует 20 человек. Это 15 мальчиков, 5 девочек. Мероприятие приобретает свои традиции. В этом году оно проводится во второй раз и пройдет с 13 по 18 июня 2016 года в поселке Спас Карагандинской области. Асель Созамбаева и Сламбеку Спана Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Скончался первооткрыватель «Золотого человека». Известный казахстанский ученый, археолог Бекмухамбет Нурмухамбетов, который является одним из первооткрывателей «Золотого человека», скончался вечером 12 июня. Бекен Нурмухамбетов родился и вырос в селе Карасу, бывшей Талдыгурганской области. Служил в армии, учился на историческом факультете КАЗГУ. В 1969 году в ходе раскопок кургана Иссык близ Алматы молодой археолог и его научный руководитель Кемаль Акишев открыли уникальнейший памятник. В Сакском кургане высотой 6 метров обнаружили останки воина в золотой одежде. В могиле археологи обнаружили более 4000 украшений, выполненных из листового золота, никогда нашитых на одежду, обувь и головной убор, а также золотые перстни, бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. Это сенсационное открытие сделало Иссыкский курган известным на весь мир. Алтын Адам стал одним из символов независимого Казахстана. Всю свою жизнь Бекен Нурмуханбетов посвятил делу изучения Иссыкских курганов. Когда его коллеги писали научные диссертации и получали ученые степени, Бекен Ага самоотверженно работал на раскопках. Некогда ему было писать диссертации, он как настоящий фанат археологии трудился с лопатой в руках. Уже будучи на пенсии, он продолжал заниматься любимым делом. Каждую весну у Иссыкских курганов можно было видеть юрту, выставленную Бекен Ага. С ранней весны и до поздней осени он проводил здесь экскурсии для всех желающих. И все это делалось на голом энтузиазме. Светлая память о Бекене Нурмуханбетове, ученом и светлом человеке, останется в сердцах казахстанцев. Усыновить ребенка из детского дома – задача непростая. Это требует не только серьезной подготовки документов, но и психологического настроя. В клубе для приемных родителей делятся своими переживаниями, трудностями и радостями. Это не прием у психотерапевта, а возможность передать опыт другим, таким же родителям. Все о буднях этого клуба расскажет наш корреспондент Екатерина Афанасьева. Семь лет назад в семью Владлены Най попали двое приемных детей. Следом за их приходом в доме появился не только детский смех, приятные хлопоты, но и некоторые проблемы. Как их решать, женщина не знала, несмотря что на тот момент Владлена уже была мамой троих своих биологических детей. Общество советовало обратиться к психологам. Но у женщины было свое мнение на этот счет. Но психолог, который не пережил этот опыт, он не может мне сказать, допустим, да, он скажет, ну хорошо, если есть трудности, можешь назад вернуть. Я не хотела возвращать назад, я хотела послушать человека, что он делал, как он преодолевал вот эти пути. Тогда у женщины возникло желание пообщаться с такими же родителями приемных детей, опекунами и патронатными воспитателями, каким является и она сама. Но поделиться трудностями и узнать, как другие семьи проходили период адаптации и принятия, было непросто. Женщина вспоминает, что шаг за шагом ей приходилось самостоятельно бороться за свое семейное счастье. Главное была мотивация. Моя мотивация была не то, чтобы почувствовать себя мамой, да, я уже была мамой, у меня трое детей уже было на тот момент, да. Моя мотивация была то, чтобы дать ребенку семью, потому что ребенок должен расти полноценно, он будет расти только в семье, не в системе, в государстве, вот в таком как-то, ну вот в организации, да. А он должен иметь вот это вот внутри чувство, что есть мама и папа. Почти год в Караганде проходит проект «Наставники», целевая аудитория которого взрослые люди старше 25 лет, желающие стать наставником для одного ребенка из детского дома. Тех, кто захотел пройти проект, оказалось немало, а в процессе работы организаторы увидели необходимость во взаимодействии между родителями. Так, общественная организация «Рич» совместно с корпорацией за развитие и процветание общества с мая 2016 года открыла клуб для приемных родителей. Мы оказываем какую-то поддержку, ну на разных уровнях, да, ну буквально вот просто, чтобы место, площадка для того, чтобы потенциальные родители или уже приемные родители могли собираться, встречаться, друг с другом общаться. То есть наша функция как фонда, она заключается только в том, чтобы вот эти все инициативы соединить в одно и предоставить такую возможность, предоставить площадку для общения, для того, чтобы делились опытом, помогали друг другу. Управление образования поддерживает инициативу клуба. Сейчас родители собираются каждую субботу в 15.00. Правда, постоянного помещения у клуба нет, пока его участники собираются дома друг у друга. Организаторы говорят, что необходим офис, а также квалифицированные специалисты. Я думаю, что если кто-то будет готов предоставить помещение для постоянных встреч для клуба, это будет замечательно. Если кто-то готов присоединиться на постоянной основе как волонтер, в качестве юриста, в качестве психолога, которые очень нужны. То есть мы с радостью принимаем эти инициативы, да. Каждую неделю родители приемных детей изучают различные темы и помогают друг другу преодолевать препятствия, не опускать руки. Желающие присоединиться к клубу или оказать какую-либо помощь могут звонить по телефону. Плюс 7 775 331 88 73. Владлена и плюс 7 701 945 45 48. Азамат. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Около 130 тысяч административных правонарушений выявили полицейские за 5 месяцев текущего года. Больше всего нарушают водители, не пристегивают ремни безопасности, превышают скорость и останавливаются в неположенных местах. Также жители области злоупотребляются санитарными нормами, кидают окурки и мусорят. Среди пешеходов тоже есть нарушители. Некоторые люди не утруждаются дойти до пешеходного перехода. Сегодня полицейские объяснили, как можно избежать штрафов и в каких случаях сумма может уменьшиться. Почти за полгода вынесено 85 тысяч постановлений об уплате административных штрафов. Однако добровольцы, спешащих оплатить их, немного. Всего 19 100 человек. Добровольно и по сокращенному производству не оплатили штраф. Дальше по истечению 10 дней, как я говорил, постановление вступает в законную силу. 30 дней добровольного исполнения предусмотрено законом. И по истечению этого времени, в соответствии с статьей 894, постановление направляется на принудительное исполнение, либо по месту работы. В том, что штрафы погашаются не своевременно, отчасти вина частных судоисполнителей. Они не выполняют свою работу добросовестно. Из 847 миллионов тенге взыскано всего лишь 271 миллион. Но, несмотря на это, по словам полицейских, в этом году преступность снизилась на 5 тысяч. По оплате штрафов также предусмотрены скидки. Если человек признает свою вину, он может заплатить лишь половину суммы штрафа в течение 7 дней. На сегодняшний день направлено на принудительное исполнение 26214 постановлений на сумму более 309 миллионов тенге. Однако из них взыскано штрафов всего на сумму более 40 миллионов тенге. Ну, 21 миллион тенге. То есть, получается, судоисполнители у нас пока работают слабо. Сроков давности у штрафов нет, поясняют полицейские. Сумма лишь возрастает. Если его не оплачивать, к основной сумме прибавляется 25% и плюс еще 25% за работу частного судоисполнителя. В случае дальнейшего игнорирования автовладельцу грозит изъятие движимого имущества, либо снятие с учета транспортного средства. Аймамлина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. 5-0. С таким счетом закончилась игра алматинского кайрата и карагандинского шахтера. Жаркая игра собрала на стадионе 4,5 тысяч зрителей, многие из которых приехали на матч 15-го тура премьер-лиги исключительно, чтобы посмотреть на игру Андрея Аршавина. Поддержка горняков тоже была не хуже. Фанаты очень громко болели за любимую команду. Подробности далее. Стадион в субботний вечер был необычайно оживлен. Такого количества болельщиков здесь не бывало уже давненько. С самого начала первого тайма не обошлось без падений и травм. Кайрат был бесспорным лидером на поле, но открыть счет не удавалось довольно долго. Лишь спустя полчаса игрового времени алматинцы сумели забить первый гол. Удар получился эффектный. Мяч перелетел через кипера горняков и пересек линию ворот. После первого тайма игроков шахтера все же не покидали надежды на победу. Во втором тайме прибавим. Все равно поняли, как играть уже, где слабые места у соперника. Сейчас второй тайм покажут другую совсем игру. Вторая половина матча началась для гостей взятием ворот. Алматинцы умело пасовали. В центре внимания был Шава. Так Андрея Аршавина подбадривали болельщики и коллеги из Кайрата. Обласканный вниманием Аршавин делает удачный пас. Джерри забивает второй гол в ворота наших земляков. На этом останавливаться кайратовцы не стали. Аслан Дарабаев забил третий мяч. Гол с пенальти забил Бауржан Исламбхан. На самых последних секундах игры Исламбхан еще раз наносит удар по мячу и пробивает ворота горняков. Позже главный тренер команды Кайрат Кахабарцхадзе рассказал, что игра для них была непростой из-за травмирования двух футболистов. Также он пояснил, что Кайрат делает большие ставки на Андрея Аршавина и других легионеров. Он очень внимательно относится к заданиям, которые мы ему даем. Это мне очень радует. Почти каждой игре, пусть мы видим галеры передачи золотые. Что мы от него и сделали, и, конечно, это радует. Он сам знает, что, естественно, сюда приехав, он должен всегда держать ту марку, которая называется Андрея Аршавина. Тренер горняков Йозеф Вуйкушич признал, что алматинцы одержали заслуженную победу. Состав Кайрата качественнее, признал Вуйкушич. Качество Кайрата показалось, что мы имеем три-четыре игрока, которые мы не имеем и не можем никогда иметь. Таких игроков не выставим моментально за этой ситуацией до Шахтера. И эта игра показала, что будем говорить об этом. Идем до следующей игры. Следующая игра команды «Шахтер» состоится с «Окжит-Песом» на выезде 15 июня. Пока «Шахтер» занимает десятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги. Аймам Ревна Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин